А как вы думаете, чем будет отличаться течение имплантологического лечения в зависимости от типа костной ткани? Как мы имплантацию проводим в костной ткани типа 1? Классическая схема, основу имплантологии. Формируем, охлаждаем, нарезаем. И ничего не делаем, зашиваем и уходим. Такой вариант, да, это самый оптимальный. Конечно. И возвращаемся через 2 месяца и спокойно туда ставим имплантат. Да, вы все понимаете, почему нельзя его туда закручивать? Он у вас выпадет, потому что... Если у него не будет, не знаю, какой-то там супер-супер-супер какого-то потенциала у пациента, но чаще всего 80% так делать нельзя. Потому что это зона остеосклероза мертвых костных клеток, которые очень ценные, они содержат морфогенетический белок, они являются индуктором остеогенеза. И повреждаем, мы запускаем новый процесс остеогенеза. Он пойдет 100% по первичному пути остеогенеза, поэтому через 2 месяца это будет молодая кость, хорошая, кровоточащая, в которой вы прекрасно поставите имплантат. Ясно же, да, это как бы, в общем, все понятно. Но понятно, что тип кости... Просто я прошу про меня, я прошу про меня. Дело в том, что вот такой вот D1, да, вариант, ну я не знаю... Ну бывает. У вас? Нет, у меня бывает. Петербург, он же там как бы больше миллион. Нет, Петербург просто с худшим состоянием полостирта, поверьте мне. Я могу сказать, что такой вариант можно как бы увидеть на атрофичной кости. Да, естественно. На базальные участки, которые... Очень частая, у меня, например, очень частая история, нижние первые маляры давно, там много лет назад, да, потерянные. И вдруг удаляется еще второй маляр за ним, и получается, что у нас тогда адентия будет, да, концевой дефект. И тогда человек задумывается о том, что ему бы хорошо бы как-то что-то с этим сделать. И в области второго маляра мы имеем прекрасные условия, потому что мы лунку имеем там, да, чистую, красивую. А здесь у нас проблемы. Ну да. И, кстати, да, именно это распространенный вариант. Согласна? Согласна, конечно. И на 33-7, 4-7 это очень рискованная имплантация такая, ну неприятная. Да. Мы сталкиваемся каждый день с этой... Это самая нуждающаяся. Ну, в принципе, да. Ну, вообще. Потому что такие самые мощные... Я обычно говорю, окклюзионная зона закрывается на шестых прекрасных. Ничего тогда не есть. Ну, в Америке они шестыми зубами протезируют, да все. И вообще, я когда в университете там училась в Нью-Йорке, я спросила у декана, он мне говорит, Мария, зачем вам седьмые зубы? Что, говорит, вы тут... Мы там обсуждали просто синус лифтинг с ним, у нас была тема хвостная пластика. И я его спросила, я говорю, а почему вы имплантат не поставили второе, вы поставили один имплантат. Сделали вот такой огромный синус и поставили туда один имплантат. Он говорит, ну, седьмые зубы. Вот так работаем все прекрасно. Ну, D2, D3. Прекрасная ситуация. Просто не перегреваем кости, охлаждаем. И работаем с условием фенотипического планирования, да. То есть, подготавливаем, если нужно, мягкие ткани какие-то. Также это касается и D1 в этот момент, когда вы отпрепарировали кости, зашили. Можно, как правило, там всегда есть атрофия мягкотканного комплекса у таких пациентов. Это, ну, выглядит очень так классически. Можно туда поставить, опять же, твердую мозговую оболочку вестибулярную, подшить ее. И она вам увеличит и биотип, и создаст прикрепление Дисней. И как подготовительный этап. Не просто так резать, уже сразу как-то все туда засунуть. Сделать эту подготовку, и потом вы будете в прекрасной ситуации просто имплантировать. И особенности четвертого типа костной ткани. Я ее очень не люблю, потому что она у меня вызывает ощущение ваты все время. Есть прекрасная методика, я не знаю, я думаю, что она просто старая, и все ее знают. Я препарирую такие переимпланктные ложи остеатомами в такой ситуации. То есть делаю первые какие-то там, ну, самые два вот этих сверления, первичные пилотные. И потом просто препарирую ее на остеатомах. И это дает какое-то немножко... Какую-то вообще механическую... Уверенность какую-то такое, что-то не ввать. Вот в это я оставила этот имплантат и прикрылся мягкими тканями. Да, ну... Ну, на этой кости тоже вот это самое, я не знаю, у меня очень часто... Даже если это имплантат, там, бесполированный, там, шейкер, то есть предназначена субкристальная композиция, и все равно на ней есть атрофические процессы. Есть. И очень такая иногда бывает, ну, небольшая подгонка. Вы знаете, что я проанализировала свою ситуацию, вот именно вот в этих участках. И поняла, что я раньше делала протокол минус два. Да, это понятно всем, то есть недосверливаешь два размера и устанавливаешь с повышенным торком для того, чтобы получить вот эту максимальную механическую стабильность первичную. А ты все равно перетянул. То есть ты получил эту первичную стабильность, вот ты перетянул. И вот эта вся резорбция по шейкам, она вот оттуда песней на самом деле. Я просто стала остеотомами работать, потому что это без машины, это рукой, это мягко. И ты прессуешь, и когда получается травма вот этих балок между собой происходит, там стимулируется остеогенез сам по себе. Я забыла, кто придумал. Это старая-старая песня с этим... В смысле вы его пищей подколачиваете? Нет, я его прокручиваю вот так постепенно. Нет, если мне нужна высота, это другой разговор я там подколачиваю. А я его именно вот так потихонечку прокручиваю и беру следующий диаметр потом. Остеотома. Остеотома. Я его не нарушила, но от сверления как бы там смысла просто не будет, если я четвертым диаметром сверла там пройдусь... Как бы хоть никто и не сверлится? Ну, это вот просто к протоколу. Просто подкручивается, когда он потихонечку в такой мягкой кости, эти балочки, они ломаются и выдают туда правильные... Всякие... Это на сколько? Это с каким торком? Ну, это рукой. Сколько у вас на руке торг? Ну, вы знаете, это самое... Я свой знаю. Я написал целое, да, огромное исследование, вы можете 50 торг... Нет, ну... Я там под гиди рукой... Я говорю, вы же не знаете, сколько у вас торг на руке? Ну, сколько? Ну, 20. Ну, 20. У меня торг 20, я точно знаю. Ну, мы закручиваем там... Ну, конечно, конечно. Они там на 20. Ну, вот я свой торг знаю, у меня на руке 20. Наш торг совпадает. Угу. Я жду до 200,iten. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует...